Ну и вот, смотрю, я обозреваю деревья. Господи, вот груша, да? И всё-таки вот сволочи тоже погрызли. Надо чем-то обработать. И вот досюда были сугробы, и сюда прибежали. И здесь вот ранка. И вот здесь ранка. И вот здесь ранка погрызана. Уж такие вроде большие стволы уже, и всё равно грызут. Они любые, наверное, грызут. Тут вроде нормально. А, вот тут тоже погрызана. Ой! Всё жалко, настолько всё жалко, что просто... Так, чем обработать товар какой, да? Надо домашними-то условиями какие. Не побежишь же вар покупать, у меня его нет. Может, домашним каким-нибудь, чем-нибудь средством. Арганцовкой, так, наверное, не надо. Слабым, может, дёгтем тем же обработать. Дёгтем, наверное, разведённым обработаю, да? Подскажите, пожалуйста. Так, вот палочка ещё сделала. А почему? Потому что вот у меня там, я в прошлом году не показывала, видео не снимала, потому что, не знаю, у меня эксперимент был, получится, не получится. И не знаю, ещё получился он у меня, и не получился. Вот здесь у меня детский сад. Вот, всё растаяло. Тут уже тёпленькое место около забора. Туи. Вот они, они мои. Не знаю, они зелёненькие стоят, конечно. А вон, чё-то разгрызано, а? Вот посмотрите-ка. Грызут уже, а? Молоденькие веточки. Здесь и здесь. Ой, видите, уже тут он. Да, здесь уже уходят, бродят. Ой, пыляха. Просто зла не хватает с этим. Сейчас сюда тоже воткну и ещё пролью берёзовым дёгтем, раствором. Веточку у меня муж принёс. Он, видите, грызут. Вот просто грызут. Отгрызают молоденькие. Вон, чё делается. Веточку принёс, и я из веточки делала. Сажала их. Не знаю, у меня получится, они не получатся. Сейчас. Ой, ещё не втыкается ведь. Не-а. Ладно, пускай так рядышком пока хотя бы стоит. Пахнет. Ну и в теплице делаю канавы. Туда уже промоченные пищевые отходы прокисшие. Вот у меня тут леечка. И полью. Тут у меня разведён берёзовый дёготь. Не знаю. Вот полью, чтобы они на этой грядке не были. Сейчас вот это тут перекопаю их туда. Сброшу землю. И ещё. Так, а вот у меня мелиса здесь. Пошла уже в тепличке. Я её тут оставлю. Потому что она же тоже как антисептик. Она же тоже обладает каким-то запахом для... Не вкусно. Для кого-то там его не устраивает этот запах. Так что ж, оставлю. Вот здесь вот у меня мелиса. Но пока ещё не пошла. Также у меня чистотел. Чистотел я тоже добавляю, кстати, в чай. У меня чистотела не было на огороде вообще. Я понимаю, что это сорняк. Но я его тоже посадила. Он же тоже хорошо. Его можно замачивать вместе с другими травами. И тоже хорошо от всяких паразитов, которые у нас живут в земле. Не знаю, пролила. Червячки, по идее, не знаю, боятся, не боятся они этого запаха. В общем, сейчас грядочку тут сделаю. Её и тоже накрою. Пролить надо по-хорошему. Вроде муж проливал, проливал. А я бы не сказала, что она сырая у меня. Значит, ещё надо ещё проливать. Буду ещё проливать. В общем, вот такая она у меня уже удобрена. Тут и сено, и скошенная трава, и всё-всё-всё. И пищевые отходы. Всё есть. Грядка очень хорошо удобрена. Можно потом только настоями. Навоз тут лежит, а я что-то и не стала кидать его. Ну, ладно. Всё. Начну сейчас эту грядку сделаю. И закрою тоже плёнкой. Хотя бы я не сказала, что под плёнкой там такая температура нагревается. Пока нет. Пока ещё всё равно холод превалирует от земли. Всё. Всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот... Немножко прозгребла... Снег быстро тает... Вон у нас... Там так всё растаяло... Хотя северная сторона... Там всё растаяло как-то... От забора и дом, наверное... Так поэтому тепло идёт... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...